Здравствуйте, дорогие соотечественники! Хочу сердечно поздравить вас с Днём России, с праздником, который позволяет нам напомнить друг другу и самим себе о величии нашей любимой Родины, имеющей тысячелетнюю историю. На протяжении веков Россия формировалась как общий дом для многих национальностей и конфессий, внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации во всех областях, в науку и технику, культуру и искусство. На обширном пространстве происходило сближение народов, приведшее к образованию Российской империи, а затем и Советского Союза, который победил фашистскую чуму, открыл человечеству дорогу в космос, создал мощную систему социальных гарантий и уникальную товарищескую атмосферу в обществе. Распад СССР обернулся большой бедой для народа. Но после десятилетия тяжелых испытаний началось возрождение нравственных устоев общества, восстановление экономического потенциала и военной мощи России, ее возвращение на мировую арену в качестве великой державы, поборника справедливости и международной законности. Зримо укрепился авторитет России. Мы выступаем с конструктивной, объедительной повесткой дня, выдвигаем инициативы по широкому кругу вопросов от всеобщей безопасности, стратегической стабильности до урегулирования конфликтных ситуаций. Сводный хор русофобов разных мастей пытается нас ошельмовать, нагромождает горы лжи, но это лишь подтверждает, что мы идем верным путем. Хочу обратить внимание на то, что Россия является ядром русского мира, которому принадлежим мы все, вне зависимости от места рождения и нынешнего проживания, национальности и религии. То есть я имею в виду всех, кто любит Россию, чувствует родство с русской культурой, знает русскую литературу и русский язык, видит себя, своих родных, близких, да и потомков в сегодняшней и будущей России. В широком плане русский мир имеет прежде всего цивилизационное измерение. Он не замкнул в себе, а нацелен на дружбу народов, диалог культур, не навязывает свои правила и представления другим, уважая их обычаи и традиции. Прекрасным примером взаимного обогащения русской и арабской культур являются российско-ливанские связи, стержень которых составляют совместные семьи, выпускники советских и российских вузов, а начало их восходит к московским школам, а затем к первым поколениям русских эмигрантов. Находясь в Ливане десятый год, я своими глазами вижу, что вы, дорогие соотечественники, делаете все, чтобы Россия всегда была тут, рядом с нами. Так будем вместе и дальше укреплять мосты между нашими странами. Сегодня мы празднуем День России, стремясь максимально наполнить его интересным содержанием и радостью. 24 июня мы увидим военный парад по случаю 75-летия Великой Победы, а затем примем участие в шествии бессмертного полка, а также в голосовании по поправкам Конституции Российской Федерации. Так что впереди много важных событий. Желаю вам, вашим родным и близким, доброго здоровья и счастья, мира и благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok